Ну, это президентские номеры, можно сказать. Ну, во всяком случае, нам сказали, что это номер люкс в этом отеле Захра. Мы сейчас в столице Мавритании, на Акшоте. Доехали сюда с большим трудом. Ехали пять с лишним часов, двести километров. Дорог тут, можно сказать, нет. То есть, они кусками где-то есть, но в основном их нет. Сразу вспоминалось Казахстан, Венео, трасса до Астрахани. И очень тяжело было добираться. Двести километров пять с половиной часов по пескам. Ралли, короче, настоящие. Сейчас я пью чай, потому что у меня живот болит. А живот болит, потому что я вчера выпьем с его манго. Оно было не очень свежее, наверное. И сегодня я страдаю. Ну ладно, нас оставили в этом отеле до трех часов. У нас 3.30 автобус на Младибу. И я думаю, что мы доедем. Андрей спросил, почему такие дорогие отели тут в Мавритании. Почему нам приходится платить 60-65 даже евро за отель, хотя мы привыкли платить не больше 25. Они объясняют, что тут не развитая туристическая инфраструктура. Отели рассчитаны на нефтяников и на рыбаков, на богатых. Дешевые отели это в Марокко, где с туризмом все нормально. Мы надеемся, что мы в свой бюджет уложимся за счет Марокко. Но пока очень-очень дорого, очень трудно. Ну, это просто на выживание, я бы сказала. Жили тут на выживание. Сегодня еще нас едва не арестовали. Мы хотели пройти к парку, пошли мимо, казалось бы, просто забора. И тут на нас набросились эти военные, задержали. А у меня еще живот болит. Я плакать начала. Говорю, пустите меня в туалет. Они не пускают, держат. Вообще, это сегодня тяжелый очень день. И пока не пришел комиссар, потом пришел наш администратор. Стал объяснять им, что мы нормальные туристы, мы ничего не хотели. Нет, все равно нас проверили рюкзак, проверили камеру, проверили все телефоны, сфотографировали наши паспорта. Потом нас сфотографировали, как их разыскивает полиция. Очень это все долго было. У меня живот болит, я уже плачу, стою. Это вообще... Ну, сегодня не день и мучение какое-то. Вот так вот. Туризм, туристы, это не люди, которые отдыхают, путешествуют. Это люди, которые выживают в этих условиях.